Невидимые борцы за наше счастье, без которых не получится в полной мере насладиться жизнью. Возможно, их ежедневная деятельность покажется скучной и однообразной, но приглядевшись, заметишь, как поток безумных событий прерывает только ночь. Пчелиное гнездо найдешь на равнине или в лесу, неподалеку от цветов. Там же обнаружишь небольшое семейство — три пчелки. Каждый день они вылетают из домика в поисках пыльцы, но не дальше 22 блоков от улья. Кружат вокруг цветов и ягодных кустов, пока наконец не найдут то самое подходящее место для пополнения запасов. Процесс сбора быстрый, а одна ромашка способна удовлетворить потребности всего роя. Закончив работу, возвращаются домой на пару минут перерабатывать пыльцу. Затем вылезут, если на улице солнечный день, и вернутся к привычной рутине. Всего им нужно повторить цикл пять раз, чтобы ты смог собрать сладкий мед и соты. Мед собирай с помощью бутыли. Стакай его пачками и наслаждайся сладким вкусом, восстанавливающим шесть единиц голода. Он действует и как противоядие. Одна баночка спасет от любого отравления. Хотя с молоком, снимающим совершенно все эффекты, не сравнится. Но не только ради еды стоит запасаться таким вкусным продуктом. Медовуху, старейшей из алкогольных напитков, правда сделать не получится, но при желании можешь переработать бутылку в три сахара. Пригодится для выпечки, когда сахарного тростника под рукой не окажется, а торт по зарез нужен. Но лучше накопить четыре для блока меда. Такой густой, вязкий, не проводит сигнал. В нем утопаешь, как в песке душ. Пчелам блок травится, а вот мобы стараются не наступать на противную липкую поверхность. С высокой скалы в мед можно даже прыгнуть. Он поглотит 80% урона. И вместо четырех переломов получишь всего один. Безопасней же будет аккуратно спуститься по нему, как по лестнице. Это открывает поистине невероятные возможности для паркура. Полный потенциал блока способен раскрыть редстоун. Например, ставь два липких поршня, между ними расположи блоки меда, чтобы получился квадрат. Затем добавь еще парочку, выйдет небольшая платформа. На соприкасающийся с поршнями блоки меда помещай наблюдателей, чтобы глазки смотрели в противоположные стороны. Заранее установи к ним открытые люки. Теперь закрывай один, устройство полетит. Закроешь второй, остановится. Все блоки мертвой хваткой держатся за тот, что двигает поршень. Перевозить жителя на такой платформе удобнее, чем на лодке, и дешевле, чем на вагонетке. А если обработаешь заполненные улей ножницами, получишь соты. Основная функция в постройке большего количества ульев, но об этом позже. А так соты с ниткой используешь для создания свечей, если факелы и фонари уже приелись. Или хочешь создать романтическую обстановку. Приглушенный свет добавит нежных чувств. Но если необходимо разглядеть свою подружку во всей красе, тогда на блок помещай сразу четыре свечи. Более того, в воском можно остановить окисление меди, или создать блок, потеряв четыре соты. Так как никакого функционала у него нет. Просто декор с очень милой текстуркой. Но будь осторожен, собирая ресурсы с улья. На тебя обрушится гнев красноглазого роя, если пчелы окажутся неподалеку, или непосредственно в домике. Они заступаются друг за друга и имеют по пять сердечек, поэтому банды легко расправятся с любым противником. Атакуют, правда, единожды, пронзая сердце с жалом. Оно останется в тебе, подобно стреле, и будет продолжать травить ядом. Все как в жизни. У медоносной пчелы не получится вытащить жало без повреждений тельца, и спустя некоторое время камикадзе умрет. Своими угрожающими действиями вредишь не только себе, но и вымирающим насекомым, которые дарят нам треть нашего рациона питания. Правда, только в реальном мире. В Майнкрафтах смерть ни на что не влияет. Ну, разве что останешься без меда и романтических вечеров. Достать желаемое из гнезда реально и без потерь. Для начала успокой обитателей. Поставь в подули костер. В джава-версии обязательно прикрой его ковром, чтобы вылетающие жители не получали урон. Дым возит пчел в заблуждение, и те наполняют брюшко медом. Оттого не могут его согнуть под нужным для атаки углом. Самый простой способ избежать нападения — включить мирную сложность. Тогда не нападают вовсе, лишь нервно поглядывают на твои действия. Есть и способ для инженеров. Вставь раздачник рядом с ульем и запихивай туда ножницы или бутыль. Бутыль для добычи меда, а ножницы для сот. Выбирай, исходя из потребностей. После активируй раздачник, например, кнопкой. Пчелы и не поймут, что произошло. Люди содержали пчел еще задолго до того, как одомажнили животных. Тебе стоит чтить традиции предков и заняться тем же. Для первого улья в пасеке понадобится 6 досок и 3 сотых. В идеале устанавливать по центру огорода. Ведь возвращаясь, пчелы случайно опыляют растения, повышая им раз за разом уровень роста. И обязательно засади цветами область неподалеку, чтобы те не теряли время в поисках пыльцы, а сразу приступали к работе. Жильцов приманивай с помощью ромашки, василька или мака. Насекомые полетят на сладкий запах нектара, а при наступлении ночи заселятся в созданный тобой домик. А без него в любую погоду будут бесцельно шататься по округе, ожидая восхода солнца, чтобы вновь приступить к работе. Ули, как и дикое гнездо, вмещает только троих. При нехватке кадров размножь пчелок цветами или растениями из пышных пещер. Имя же ускорит взросление, иначе целых 20 минут мелкотня будет вести бурную деятельность, не давая меда. Конечно, можешь перенести дикое гнездо и не тревожу жителей. Понадобится инструмент с шелковым касанием. Тогда оно выпадет вместе с насекомыми. Если же будешь использовать незачарованный инструмент, то потеряешь гнездо и обязательно получишь с жалом в зад. А вот улей ломай и переноси без него. Только останутся разъяренные пчелы, и костер уже не спасет. Скорость полета, правда, у них низкая. Убежать просто. Или уплыть. Самые отважные захотят тебя достать, а получив урон от воды, останутся поджидать на поверхности. В обоих случаях через 20 блоков перестанут преследовать и вернуться к прежним заботам. Возможно, у тебя появится желание перетащить пасеку под землю. Или выстроить для них отдельное здание, чтобы пчелы работали постоянно и находились в безопасности. Не трать время, все равно будут прятаться в плохую погоду и спать ночью. Выгоднее создать ферму в аду или крае. Времени, как и дождей, там нет. От того генерировать мед литрами будут без остановки. Но не будь жестоким, лучше создай эффективную и красивую ферму на поверхности. Выкопай яму глубиной в два блока. Там размести сундук и воронки. Присыпь земелькой. Затем вскопай и высади цветы. Рядом должен быть источник воды, за которым поставь раздатчики. Помести в них бутылки и закрой ульями. Сверху установи наблюдателей, а над раздатчиками блоки проводящий сигнал и объедини устройство редстоуном. Теперь примани пчел и для максимальной эффективности окружи строение стеклом. Время от времени потребуется добавлять в раздатчики ножницы или бутылки и забирать из сундука реза. Привычный пчелам цикл сбора и переработки пыльцы способен разрушить только игрок, желающий присвоить ими нажитое. Обязательно отблагодарить рудяк. Преврати поля в цветущие луга. Даруй им тот рай, которого они заслуживают. Продолжение следует...